МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Сколько многодетных семей в Самаре получают помощь? Как социальные службы находят детей, нуждающихся в поддержке? Какую помощь получат самарские многодетные семьи для летнего оздоровления детей? В нашей студии Ольга Слесарева, заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Ольга Владимировна, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Итак, сегодня, 1 июня, отмечается важный праздник – День защиты детей, Международный день защиты детей. Вот по вашей оценке на сегодняшний день, сколько детей в Самаре нуждаются в поддержке, нуждаются в помощи? Вы знаете, сказать, что какое-то количество детей нуждается в помощи, наверное, это все дети, да? Все дети наши нуждаются в помощи. В помощи, в первую очередь, во внимание родителей, потому что 1 июня – это еще и первый день летних каникул. И, конечно, все наши детки должны где-то отдохнуть, набраться сил. И родители должны об этом задуматься заранее. Среди, конечно, всех детей можно выделить отдельные категории. Это дети, которые проживают в многодетных семьях, где, возможно, у родителей нет такого дохода, чтобы обеспечить все потребности ребенка. Это дети, которые воспитываются под опекой или в приемных семьях. Это дети, оставшиеся без пещения родителей. Это дети, которые живут в семьях трудной жизненной ситуации. Вот на сегодняшний момент, например, у нас семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, около 400 стоит на учете и на сопровождении как у нас в органах опеки, так и в комплексном центре социального обслуживания. И, конечно, в первую очередь мы свою помощь предлагаем именно им. Многодетные семьи, в которых воспитывается почти 10 тысяч детей. Слушайте, как много, оказывается, у нас многодетных семей. Вот вы меня сейчас порадовали. То есть, с одной стороны, понятно, что это необходимая поддержка, а с другой стороны, 10 тысяч многодетных семей – это очень хорошая цифра. Нет, детей. 10 тысяч детей школьного возраста. Всего у нас почти 6,5 тысяч многодетных семей. Ну, в каких-то трое детей, да, в каких-то больше детей. И с каждым годом мы видим все больше и больше пособий, выплат, больше помощи. Таким семьям оказывается на уровне государства, на уровне федерации, области. Ну и, конечно, муниципалитет не отстает. И очень большое количество средств тратит на поддержку именно таких детей. Вот я хочу сказать, что на территории города вообще оказывается 69 мер поддержки, из них 28 – это меры поддержки за счет средств муниципалитета. И 8 из них были внедрены только за последние три года. Это очень большое количество мер, которые были предприняты для поддержки таких семей. Вообще-то очень важно, потому что мы всегда подчеркиваем, что бюджет у нас традиционно социально направленный. То есть бюджет для людей, на благо людей. Ну а кому надо в первую очередь помогать, как не тем людям, у которых ситуация может быть сложнее, чем у других. Да, вот такие меры поддержки в городе вводятся. Мы ввели недавно меру поддержки тем семьям, у которых близнецы, или двойняшки, да, идут в первый класс. Красивые. Да, то есть они будут в июле месяце уже подавать документы, получать. Беспретендентные меры поддержки мы ввели в прошлом году и обеспечили пожарными извещателями семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это многодетные и сироты, которые стоят на сопровождении. То есть каждой семье мы вручили пожарные извещатели для того, чтобы избежать, в общем-то, ситуации, когда может возникнуть пожар, и ребенок находится один, либо это ночью, прозвенело, и говорит о том, что надо покинуть помещение. И, в общем-то, это очень серьезный мир. Таких пожар-извещателей мы 6 тысяч раздали по всему городу. Это важная история. Вот важный вопрос. 6 с лишним тысяч многодетных семей, вы сказали. Очень здорово, очень красиво. И эти люди заботятся о своих детях. Они занимаются, они стараются там лучше, хуже. Понятно, времена непростые. У людей бывают разные ситуации. Но вот, знаете, то, что меня всегда, то, по поводу чего всегда сердце болит. Я когда приходил в детские дома, вот я мужчина, мне, я потом выхожу, мне после этого очень долго тяжело. Потому что я вижу маленьких детей, которые ко мне подбегают и смотрят на меня детскими глазами. Они потенциально видят во мне родителя. И это очень трудно. Вот возрастает ли сейчас количество детей-сирот при живых родителях? Детей, которые, может быть, оказались в тяжелой жизненной ситуации, без попечения родных людей? Вы знаете, таких детей не возрастает. Конечно, мы работаем в первую очередь на профилактику. И на профилактику социального сиротства. Если с чистым сиротством мы ничего не можем поделать, поскольку, ну, единственные ли оба родители умерли, да, то это трагедия, да, и мы стараемся такого ребенка устроить в семью безусловно. Но есть еще социальные сироты, где родители в силу разных обстоятельств, в силу образа своего жизни, в силу асоциальности, да, либо в силу каких-то других обстоятельств, не занимаются воспитанием ребенка и приходится лишать родительских прав. Вот я хочу сказать, благодаря совместным усилиям, конечно, у нас таких детей, если, например, брать 10 лет назад, да, то таких детей мы выявляли по 600, по 700 в год. Сейчас мы вот в 21 году выявили таких детей 336 детей. Это и 67% это дети социальные сироты, да, и 30% это дети истинные сироты. Социальные сироты это там, где мы лишили родительских прав родителей, либо родители оказались в местах лишения свободы. Это те родители, которые как раз не занимаются воспитанием. Но, конечно, мы реализуем приоритетное право жить ребенка в семье и делаем для этого все. Поэтому 90% детей, которых мы выявляем, мы сразу устраиваем в семье. Под опеку к родственникам, в приемную семью. У нас дети уходят на усыновление. Поэтому в учреждениях города, конечно, сейчас у нас находятся дети, которых только выявили, еще не успели им найти приемную семью. Либо все-таки это преимущественно дети подросткового возраста, которые, к сожалению, остались в учреждениях. Мы лишили родительских прав родителей, будучи уже достаточно взрослыми. И таких детей, конечно, сложнее намного устроить в семью. Вот эти дети, да, у нас на сегодняшний момент есть в учреждениях. Всего у нас 5 учреждений на территории города. Это один пансионат для детей с отклонением в развитии. И 4 учреждения, центры помощи семье и детям, где находятся дети разного возраста. Скажите, а трудно сейчас усыновиться ребенка? И что нужно сделать? Куда обращаться, чтобы усыновить или взять под опеку? Ну, во-первых, конечно, надо пройти школу приемного родителя или усыновителя, для того, чтобы тебя научили и поняли твою мотивацию и подкрепили мотивацию взять ребенка в семью. Работают психологи, юристы, медики для того, чтобы подготовить кандидата в приемные родители или усыновители, для того, чтобы он мог взять ребенка в семью. Как только он проходит школу, на мой взгляд, перечень документов, которые сейчас необходим для передачи ребенка в семью, он достаточно небольшой. Практически такой же, как получить права. То есть медкомиссия, справки, что не состоишь на учетах в нарко- и психиатрическом диспансере, справочка, что ты работаешь, что имеешь место жительства, и тебе есть куда привезти ребенка. Пожалуй, это тот минимальный перечень, который можно собрать буквально за неделю, за две, для того, чтобы встать на очередь как кандидату в усыновители, либо кандидату в приемные родители. Хочется отметить, что сейчас кандидатов у нас даже больше, чем детей в учреждениях. Вот это очень хороший сигнал, потому что это говорит о том, что общество здорово, что у нас люди на самом деле вот к этому подходят так, как надо подходить. Потому что, ну, по большому счету, ну, не должно быть детей без семьи. Это совершенно верно. Просто не должно быть. Потому что всегда есть какой-то дальний родственник, очень дальний родственник, друг, в конце концов, просто неравнодушные люди. Это другому быть не должно. Я предлагаю сделать паузу. Давайте сейчас посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу. Данила Гумеров Данила Гумеров – настоящий активист и патриот своей школы. За 11 лет обучения в кадетском корпусе номер 95 юноша стал участником большинства важных событий – военно-спортивные соревнования и игры областного и всероссийского уровней, парады памяти и победы. К концу обучения Данила стал старшиной 95-й школы. Приемные родители юношей гордятся. Свои амбиции лидера парень хочет реализовывать и дальше. Для этого планируют поступить в Самарский университет на государственное и муниципальное управление. В преддверии выпускного за активную гражданскую позицию и успехи в учебе юношу поздравили и наградили в администрации Самары. Мне это было очень приятно. И приятно, что моих родителей также поздравили. Это скорее просто дает мотивацию работать дальше. Ежегодно в Самаре успешных выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чествуют в городской администрации. Эта традиция зародилась 8 лет назад. В этом году 11-й класс оканчивает 82 школьника. Десяти самым выдающимся из них – спортсменам, отличникам и активистам – на торжестве вручили денежные сертификаты на получение единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, а также памятные подарки. Поздравила ребят глава города Елена Лапушкина. Очень хочется вам пожелать, чтобы все, чему вы научились, и вы должны понимать, что вы это научились благодаря своим педагогам, благодаря своим учителям, чтобы в вашей памяти их имена и доброе отношение к ним, конечно, сохранилось на всю вашу жизнь. Слова благодарности глава выразила попечителям и приемным родителям школьников – людям, которые окружали детей заботой, лаской, вниманием и добром. Попечителей наградили благодарственными письмами. На сегодняшний день на территории Самары в замещающих семьях воспитывается 2140 детей. Ой, Владимир, ну вот мы посмотрели сюжет. Скажите, а как вы находите детей, которые нуждаются в помощи? Ну, это… Конечно, мы не ходим специально, не выискиваем детей, которые находятся в помощи. Для этого работает целая система органов системы профилактики. Это и полиция, и образование, и медицина. И мы, и граждане, которые не равнодушны к проблемам детей, которые живут рядышком, мы каждый год, ежегодно более 2,5 тысяч сообщений получаем от всех органов системы профилактики, о которых я сказала, и больше всего от жителей, которые нам звонят, пишут, сообщают о том, что вот здесь видели, что с ребенком плохо обращаются, вот соседка видели, что злоупотребляет, пожалуйста, проверьте. Школа направляет нам информацию, что ребенок приходит неподготовленный, может быть, какие-то следы, синяки находятся на теле. Поэтому каждое такое сообщение мы проверяем, по каждому сообщению выходим по месту жительства семьи, беседуем, проверяем, запрашиваем образование и там медиков, как обращаются. И если все хорошо, да, то, соответственно, мы просто рекомендуем, да, то или иное событие, которое повлекло за собой обращение граждан или там органов системы профилактики, постараться не допускать. Ну, чаще всего так и бывает. И крайне маленькое количество имеет свое подтверждение. То есть вот из 2,5 тысяч, чуть более 100 нашли свое подтверждение, и мы эти семьи поставили на учет. Дальше уже работаем все вместе для того, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию, в которой эта семья находится. Если родители злоупотребляют спиртными напитками, мы даем направление на лечение. Крайние меры – это, конечно, когда мы временно по соглашению с родителями, по заявлению родителей забираем ребенка в социально-революционный центр, да, где он находится, и начинаем работать отдельно с родителем, отдельно с ребенком. Даем возможность родителям трудоустроиться, навести порядок дома, да, пройти лечение. И хочу сказать, что 60% этих детей потом возвращаются в семью. Благодаря тому, что мы все подключаемся и, в общем-то, настраиваем родителей, что надо заниматься воспитанием своих детей, надо содержать, потому что дети вас любят, и какие бы вы ни были родители, больше всего на свете они хотят вернуться в семью. Поэтому именно на это нацелена наша работа. Я знаете, сейчас о чем подумала? У вас получается вот в этой ситуации как бы двое детей, то есть дети истинные и дети взрослые, с которыми вы вынуждены заниматься, как с детьми, хотя, казалось бы, люди-то уже... У меня есть несколько, я работаю достаточно давно, у меня есть несколько детей, которые уже выросли, которые уже стали сами родителями, и которые при любой проблеме, которая у них возникает, звонят, говорят, вот я хочу поменять квартиру, я хочу ребенку устроить детский сад, я вот тут хочу устроиться на работу, а как мне сделать, Юль Владимировна, а как вот это, вот куда можно пойти, а где можно это купить, а как решить проблему там с задолженностью. И, конечно, советуешь, конечно, поддерживаешь с ними связь. И поверьте, у каждого специалиста, который работает в нашей службе, есть такие дети, потому что работают они у нас, ну, по 20 лет. И уже детей вырасти, родителей, которых лишили, этих детей выросли, уже с детьми, которые уже стали взрослыми и сами стали родителями, тоже работаем. И каждый из них, в общем-то, находится под нашим пристальным вниманием. Ну да, еще их надо, конечно, я имею в виду родителей, воспитывать так, чтобы они как-то взрослели что-либо тоже вместе со своими детьми, потому что, чтобы научились, ну, максимально решать свои проблемы, ну, это тема, наверное, для такой отдельной беседы. А вот куда попадают дети, оказавшиеся без попечения или найденные на улице? Значит, если ребенок найден на улице, да, чаще всего его приводят в органы полиции. Полиция составляет акт об обнаружении ребенка безнадзорного и беспризорного, направляет его в больницу для того, чтобы проверить, здоров ли ребенок, и если отклонений в здоровье нет, ну, каких-то респираторных заболеваний, да, которые позволяют ребенку находиться в учреждении, этот ребенок направляется вот в одно из четырех уже учреждений. Это центр помощи семье и детям, которые располагаются на территории города в зависимости от возраста, да. До четырех лет это дома ребенка, старше четырех лет это вот его комплексные центры. Тут же информация поступает нам в органы опеки, что найден такой-то ребенок. Если ребенок может что-то о себе сообщить, соответственно, мы начинаем разыскивать этого ребенка совместно с полицией, разыскивать родителей этого ребенка. И дальше вы уже выясняем, при каких обстоятельствах ребенок был найден на улице, почему он остался один в зависимости от возраста. Не было бы отношения к ребенку жестокого обращения. Если это какое-то стечение обстоятельств, а бывает и такое, мама дала погулять папе, который в разводе, папа злоупотребил спиртными напитками, оставил ребенка и ушел, мама абсолютно нормально, адекватная, занимается воспитанием ребенка, бьет тревогу. Тут накладывается две акты об оставлении и мамина заявление в полицию, что не может найти. Проверяем, разбираемся с папой, с мамой и возвращаем ребенка в семью. Однозначно. Все это происходит в течение одного-двух дней, в зависимости от ситуации. Если мы видим, что это асоциальная семья, и ребенка туда возвращать нельзя, я уже рассказывала, мы начинаем работать с этой семьей. Я предлагаю сейчас посмотреть еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Елена Волконская пока не верит своему счастью. Сегодня она получила ключи от заветной квартиры в новостройке. Скоро ее семья отпразднует новоселье, а пока осматривает собственную площадь и планирует, как расставить мебель. Елена выросла в приемной семье в Челновершинском районе, училась на повара-кондитера, а потом создала свою семью. Вместе с мужем Русланом они воспитывают двух детей. Раньше им приходилось ютиться в съемном жилье. Елена говорит, когда увидела квартиру, сразу в нее влюбилась. Все поменяется. Уже получает свой угол, у меня будет. Только останется обустроить ее. Я очень рада, что получила до Нового года. Вообще эмоции переполняют. Мне все понравилось. Отделка, все обои, все понравилось. Просторная квартира с качественным ремонтом, подключенной сантехникой и газовой плитой. Самарцам, оставшимся без попечения родителей, выдают квадратные метры в чистовой отделке. Сегодня ключи получили 30 человек. Дети такой категории не должны долго ожидать своего первого жилья. Поэтому в этом году 164 ребенка в городе Самаре получили жилье в новостройках с чистовой отделкой. И, как вы видели, и плита, и сантехническое оборудование, все установлено. То есть дети могут зайти, поставить кровать, стол, стулья и праздновать новоселье в новом благоустроенной жилье. Одной из первоочередных задач губернатор Самарской области Дмитрий Азаров называет поддержку детей, оставшихся без попечения родителей. С каждым годом все больше детей-сирот обзаводятся своим жильем. Очереди на получение квартир сокращаются. А тем, кто пока только ждет ключей от своей будущей квартиры, затраты на съемное жилье компенсируют по городской программе «Самара детям». Ольга Владимировна, мы посмотрели сюжет. Важный вопрос, во-первых, отстаивание прав детей, которые остались без попечения родителей. Одно из прав – это получить свое имущество, свое жилье. Какие меры принимаются для этого? Вы знаете, каждый этот ребенок, конечно, стоит у нас на учете. И в соответствии с законодательством, с 14 лет, как только ему исполняется, законный представитель, будь то опекун, приемный родитель или руководитель учреждения, где ребенок находится, обязан подать документы и поставить ребенка на очереди, если у него нет жилья. Потому что есть дети, у которых есть жилье, и оно соответствует всем санитарным требованиям и превышает норму предоставления 14 квадратных метров, таких детей мы не ставим. А вот если нет, то есть государство обязано сделать все для того, чтобы его поставить. Если в течение 60 дней законный представитель по каким-то причинам не собрал документы и не подал, эта обязанность возлагается на нас, на органы опеки и попечительства. Поэтому каждого ребенка в 14 лет мы ставим на очередь. В 18 лет, когда исполняется, мы уже проверяем, сохраняется ли у ребенка необходимость получения жилья, и после этого уже идет предоставление жилой площади. Поэтому, конечно, мы стоим на страже и защищаем права несовершеннолетнего, а потом уже совершеннолетнего лицо из числа детей-сирот. Хочется сказать, что, конечно, жилье не предоставляется сразу в 18 лет. Но это связано с многими причинами, да, и, может быть, с недостаточным финансированием. Каждый год предоставление жилья все больше и больше. Но что я хочу сказать, что мы единственный город Самара, не только в Самарской области, у которых есть мера поддержки такая для этой категории граждан, это оплата аренды жилья. То есть, да, если ребенок состоит в очереди на получение жилья и не может по каким-то причинам его получить вовремя, то есть возможность получить выплату на аренду жилья до того самого момента, пока ему не будет предоставлена квартира. И, конечно, обращаются к нам очень много таких ребят, которые за счет государства снимают жилье. Ну, это очень важно, потому что, на самом деле, цифры-то там немалые. И для начинающего жизнь молодого человека вот платить еще за аренду жилья – это, конечно, очень дорого. Вот если вернуться к вопросу получения, скажем так, пристраивания, скажем так, так выражусь, детей в семью, вот сколько за последние годы детей получили новую семью благодаря работе вашего департамента? Ну, я хочу сказать, что вот в этом году нашему департаменту исполнилось 30 лет, да, и более 10 тысяч детей были устроены всеми гражданами. Ежегодно мы устраиваем где-то, сейчас чуть поменьше, потому что в 90-е, в 2000-е годы их было много таких детей. Сейчас вот около 350 детей ежегодно мы устраиваем семьи граждан. И вот давайте тогда напомним, чем отличается приемный родитель, опекун, усыновитель для людей, которых вот этот вопрос может заинтересовать? Приемный родитель – это возмездная опека. Это там, где родитель, помимо ежемесячного денежного содержания на ребенка, получает еще заработную плату. Как правило, приемные родители – это чужие люди, которые берут детей из госучреждения, да, либо это не родственники, которые за это получают заработную плату. Заработная плата небольшая. Это 4 тысячи рублей для приемных родителей, которые воспитывают здоровых детей. Что такое опека? Опека – это безвозмездное попечительство над несовершеннолетними детьми. Это родственники, которые бабушки, дедушки, сестры, дядь, да, которые оформляют опеку над ребенком, в принципе, с теми же обязанностями, что у приемного родителя. То есть до 18 лет они исполняют обязанности законного представительства. Все те права и обязанности, которые есть у родителя, да, переходят на опекунов. И, кстати, их должно быть, на мой взгляд, наверное, больше всех, потому что, ну, как бы мы все живем не в безвоздушном пространстве, есть родственники, дальние родственники, очень дальние родственники. То есть какой-нибудь троюродный дядя или тетя всегда вот могут найтись, если они выясняют, что их родня, так сказать, пострадала. Да, вот в Самаре у нас проживает 1600 опекунов, семей, которые воспитывают детей под опекой, и 600 приемных родителей, приемных семей, где... Усыновление – это немножко другая история. Усыновление идет через суд. И после того, как решением суда ребенок признан усыновленным, у родителей возникают все права, обязанности и наследственные права. То есть ребенок становится таким же, как и родные дети, без исключения. То есть мы здесь наблюдаем только три года за семьей. И если все хорошо, снимаем с учета, и родитель никаким образом не появляется в поле нашего зрения. Поэтому если опекун и приемные родители до 18 лет обязаны отчитываться, мы проверяем условия проживания этих семей, то усыновителей нет. Они три года мы наблюдаем, и если все прошло хорошо, они свободно уже с ребенком могут проживать. И существует у нас еще и тайна усыновления, конечно, и не сообщать о том, что у них есть усыновленный ребенок. Да, это тоже важно. Ольга Владимировна, вот осталось немного времени. 1 июня началось лето, наконец-то тепло пришло, учебный год завершен, каникулы начались. Какую помощь получат самарские семьи с детьми для отдыха и оздоровления детей летом? Ну да, первый день лето, первый день – это каникул, первый июнь – день защиты детей, и, конечно, 1 числа мы открываем летнюю оздоровительную кампанию. И уже 1 числа произошли заезды детей в лагеря. На сегодняшний момент у нас в Самаре 9 лагерей загородных с круглосуточным пребыванием принимают уже детей в первую смену. Смены у нас в зависимости от лагеря будут где-то 21 день, где-то 14 дней. Можно было приобрести путевки по кэшбэку. Всего отдохнут у нас во всех лагерях, в том числе и дневных, пришкольных, 23 700 детей. Надеюсь, наберутся сил. Будет интересно. Мы готовились, мы готовили учреждения, мы готовили лагеря, готовили программы, готовили материально-техническую базу, чтобы детям было комфортно в этих лагерях находиться. И поэтому, конечно, ждем всех, кто решит у нас отдохнуть и приобрести путевку. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что летний отдых пройдет так, как он и должен быть. То есть весело, радостно. И 1 сентября дети пойдут в школу. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии была Ольга Слесарева, заместитель главы городского округа Самара, руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Берегите себя и помогайте людям. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова